Омск, Курган, Петропавловск Несмотря на довольно низкую температуру, трибуна и подрома, так же, как и ледяной трек, не пустовала. Болельщики не упустили возможность насладиться таким захватывающим зрелищем, и морозы им нипочем. В восторге. Особенно заезды Димы Сафронова. Это действительно бунтарь, это взрыв эмоций. Мы в восторге. Турнир Дмитрия Карбышева по автокроссу традиционный, известный далеко за пределами нашего региона. Ребята достойные приехали из Кургана, Тюмени, Казахстана, поэтому вся борьба впереди. Приятно, что холодная погода, но пришло огромное количество болельщиков, которые поддерживают, поэтому трибуны гонят. Удовольствие есть, адреналин в крови, поэтому все хорошо. Спасибо всем, кто приходит и помогает нам здесь болеть. Слышите трибуны? Да, конечно, я вижу и слышу, особенно проезжая. Хотя лед, вы видите, мы едем без шипов, на абсолютно ледяном покрытии, концентрация, внимание, все. Но трековые гонки, это гонки, когда работает 90% голова. Все остальное отдыхает. 11 участников состязались в искусстве управления гоночным авто по снежной трассе. К сожалению, не обошлось без неприятных сюрпризов. И вынос автомобиля за пределы дистанции, и переворачивание на крышу, но все закончилось без тяжелых последствий, чему поспособствовал не только профессионализм и собранность гонщиков, но и арбитры, которых по трассе стоит немало. На трассе стоят для того, чтобы отслеживать какие-то ДТП, ну, не ДТП, а контакты с участниками соревнований. То есть следят за этим. То есть, если кто-нибудь будет не по правилам действовать, то они как бы следят за этим. Очки списываются с участников. Чем больше очков, тем лучше для участников. Но, коль они ведут себя, не спортивную езду ведут, с них списываются очки, и шанс попасть в лидеры меньше. Несколько часов напряженной борьбы, и вот они имена победителей и призеров. Первое место завоевал Игорь Усов, серебро у Дмитрия Сафронова, а бронзу выиграл Александр Фабрициус. Субтитры создавал DimaTorzok